Василиса Прекрасная В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец с Купчихою, и была у них единая дочь, Василиса Прекрасная. Когда девочке исполнилось 8 лет, Купчиха захворала тяжкою предсмертную болезнью. Призвала к себе Василису, подала ей куклу и сказала, «Слушай, дочка, и запомни мои последние слова. Я помираю и оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится тебе какое горе, спрашивай у нее совета». Затем мать поцеловала дочку, вздохнула и померла. После смерти жены купец потужил-потужил и стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало. Но во всех, больше по нраву, пришлась одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, и по всему околотку слыла хорошую матерью и опытной ухозяйкой. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, поминутно к ней придирались и мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветра и солнца почернела. Василиса все переносила молча и с каждым днем хорошела все более. А мачехины дочки, несмотря на то, что всегда сидели сложа руки, худели и дурнели от злости. Как же это так делалось? Василисе помогала ее кукла. Без этого где бы девочке сладиться всею работаю? Куколка утешала ее в горе, давала ей добрые советы, исправляла за нее разные подделки. Прошло несколько лет. Василиса выросла невестою. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не смотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает, не выдам меньшой прежде старших. Вот как-то случилось купцу уехать в иное государство. Тем временем мачеха перешла на житье в другой дом. Возле этого дома был дремучий лес. В лесу была поляна, на поляне стояла избушка. В избушке жила Баба Яга. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но та всегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке Бабы Яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где сидели девушки. А сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, стала поправлять светильню, да нарочно и потушила свечку. «Что нам теперь делать?» говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не окончены. Надо сбегать за огнем к Бабе Яге». «Мне от булавок светло», сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти», закричали обе. «Ступай к Бабе Яге». И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чулан, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала, «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Посылают меня за огнем к Бабе Яге, а Баба Яга съест меня». «Не бойся», отвечала куколка, «Ступай». «Куда посылают, только возьми меня с собою, а при мне никакого худо не станется». Василиса положила куклу в карман и пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник. Сам белый одет во все белое, конь под ним белый. Избруя на коне белое, на дворе стала расцветать. Идет она дальше, скачет другой всадник. Сам красный, одет во все красное и на красном коне. Стало восходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру, вышла на поляну, где стояла избушка Бабы Яги. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские. Вместо дверей у ворот ноги человечьи. Вместо заборов руки. Вместо замка рот с открытыми зубами. Василиса стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник. Сам черный, одет во все черное и на черном коне. Подскакивает к воротам Бабы Яги. И пропал. Словно сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза и на поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался страшный шум. Деревья затрещали, сухие листья захрустели. Показалась из лесу Баба Яга. Едет в ступе, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась, обнюхав вокруг себя, закричала. Фу, фу, русским духом пахнет. Кто здесь? Василиса подошла к старухе, отдала ей низкий поклон и сказала, это я, бабушка. Мачехины дочери послали меня за огнем к тебе. Хорошо, сказала Баба Яга, знаю я их. Поживи наперед у меня да поработай. Тогда и огня дам. Потом обратилась к воротам и крикнула, эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь, эй, ворота мои широкие, отворитесь. Ворота отворились, и Баба Яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса Прекрасная, а потом все опять заперлась. Войдя в горницу, у Баба Яга растянулась и говорит, подавай все, что есть в печи, я ужинать хочу. Василиса зажгла лучину от трех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Бабе Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на десять. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немного, до троюшку хлеба. Стала Баба Яга спать ложиться и говорит, когда я уеду завтра, ты смотри, двор вычисти, избу вымити, обед со стряпой, белье приготовь, да пойди в закром. Закром – это отгороженное место для зерна в амбаре, хозяйственной постройки для хранения припасов и вещей. Да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Да чтобы все было сделано, а не то съем тебя. После такого наказа Баба Яга захрапела, а Василиса поставила старухиной объедки перед куклою, залилась слезами и говорит, на, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую мне задала Баба Яга работу и грозится съесть меня, коли всего не сделаю. Кукла ответила, не бойся, Василиса, прекрасная, поужинай да спать ложись, утро вечера мудренее. Ранехонько проснулась Василиса, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, совсем расцвело. Баба Яга вышла в надвор, свистнула, перед ней явилась ступа с пистом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба Яга села в ступу и выехала со двора, пистом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы Яги, подивилась ее богатству и остановилась в раздумье. За какую работу прежде всего приниматься? Глядит, а работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах ты, избавительница моя!» сказала Василиса куколке. «Ты меня от беды отвела!» «Тебе осталось только обед состряпать!» отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай и отдыхай на здоровье!» К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу Ягу. Начала смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник. Совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Идет Баба Яга. Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» спрашивает Яга. «Осмотри сама бабушка!» Баба Яга все осмотрела и сказала. «Ну, хорошо!» Потом крикнула «Верные мои слуги!» «Смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли. Баба Яга наелась, стала ложиться спать и приказывает Василисе «Завтра сделай то же самое, что и нынче!» «Да сверх того возьми из-за крома маг, перебери его по зернышку, да очисти от земли!» Сказала старуха, повернулась к стенке и захрапела. А Василиса принялась выспрашивать свою куколку. Куколка промолвила ей по-вчерашнему «Ложись спать! Утро вечера мудренее! Все будет сделано!» Наутро Баба Яга опять уехала со двора, а Василиса с куколкой всю работу справили. Старуха воротилась, осмотрела все и крикнула «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из мака масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли. Баба Яга села ужинать. Она ест, а Василиса стоит молча. «Что же ты ничего не говоришь со мною?» сказала Баба Яга. «Стоишь, как немая. Коли позволишь, я стану спрашивать. Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься. Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела, когда я шла к тебе. Меня обогнал всадник, сам белый, в белой одежде, и на белом коне. Кто он такой?» «Это день мой ясный», отвечала Баба Яга. «Потом обогнал меня другой всадник, сам красный, в красной одежде, и на красном коне. Кто он такой?» «Это солнышко мое красное, а черный всадник, что обогнал меня у самых ворот. Это ночь моя темная». Василиса вспомнила о трех парах рук, и молчала. «Что же ты еще не спрашиваешь?» молвила Баба Яга. «Будет с меня и этого. Сама же ты, бабушка, сказала, что многого узнаешь, скоро состаришься». «Хорошо, что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили. Теперь я тебя спрошу, как ты успеваешь исполнять заданные тебе работы?» «Мне помогает подарок моей матери», отвечала Василиса. «Так вот что, убирайся же ты от меня». Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Потом сняла с забора один череп с горящими глазами, воткнула его на палку, отдала Василисе и сказала, «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми и неси его домой». Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. «Верно, дома думает себе, уж больше не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из черепа, «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепа. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той минуты, как она ушла, огня в доме не было. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «А ввось твой огонь будет держаться», сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят, на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронуло. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на ключ, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. «Вот как-то», — говорит она старушке, «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи самого лучшего льну, я хоть прясть буду». Старушка купила льну. Василиса уселась в прясть. Работа у нее так и горит, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы из-за тканья приниматься. Да таких бёрд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто и сделать-то не берется. Бёрдо — это гребень, часть ткацкого станка, через которую пропускают нити. Василиса стала просить свою куколку. Та за единую ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткана, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе, «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула, «Нет, дитятка, такого полотна, такого полотна, кроме царя, носить некому, понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да всё мимо окон похаживает. Царь увидел и спросил, «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», отвечает старуха, «Я принесла диковинный товар, никому, окромя тебя, и показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидал полотно, вздивовался. «Что хочешь за него?» спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки кроить. Покроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их сработать. Долго искали, наконец, царь позвал старуху и сказал ей, «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить!» «Не я, государь, пряла, и не я, откала. Это работы красной девицы. Ну вот, пусть она и сорочки сошьет!» Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе, а девица в ответ, «Я знала, что эта работа моих рук не минует!» Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она непокладаючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит на двор к старухе идет царский слуга, вошел в горницу и говорит, «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась перед светлые царские очи. Как увидал царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, моя красавица, не расстанусь я с тобою, будь ты моею женою». Тут взял царь Василису прекрасную за белые руки, посадил ее подле себя, да в тот же день и свадебку сыграли. Вскоре воротился и отец Василисы. Порадовался ее счастливой судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла во дворец, а куколку по конец жизни своей всегда носила при себе.